Итак, дорогие друзья, все, всем привет! Сегодня у нас 123 урок вообще. Такие цифры, подряд столько уроков, они внушают огромную радость и оптимизм. И сейчас, конечно, очень хорошо, что мы можем продолжать. Ждем сейчас, кто пришел первый учиться. Кто пришел первый учиться? Сегодня у нас очень вообще, вот эта глава 16, это что-то фантастическое. Такая интересная глава, и полезная, и интересная, и каждое занятие прямо открывает совершенно новое понимание жизни лично у меня. Или даже не открывает новое, но уточняет старое. Так, Михаил Федорович, здравствуйте, как я теперь перевожу, как можно ошибаться, как можно сильно ошибиться, когда я вас Михаилом Федоровичем назвал. Это просто удивительно. Михаил Федорович, и я назвал Михаила Федоровича. Потому что я вижу не очень хорошо, я далеко не очень хорошо вижу. Михаил Музыковский, Стелла Климник. Все, всем привет, всем шалом. И Моадим Лисимка, говорят, что вот это время, в котором мы сейчас находимся, Моадим, это полупраздничные дни, вот выделенные сейчас, да. Сейчас идет холямуэт, прямо холямуэт, такой полупраздник суккот. То есть все, и они для радости, вот мы радуемся. Значит, 19 отрывок является продолжением 18-го, они вместе идут. В 18-м отрывке было сказано о том, что перед сокрушением гордость и перед спотыканием высокомерие. То есть все, мы с этим разобрались. То есть быть высокомерным, это значит себя оставить в ситуацию, когда у тебя будут спотыкания со стороны твоей же собственной. То есть высокомерно он себе задирает планку, типа я самый лучший. И со стороны других людей, они говорят, ты не очень лучший. Значит, высокомерие, оно человека все время спотыкает. А если он становится гордецом, то есть гордец это тот, который реально установился, что он самый крутой, что Бог его ломает и человек исчезает. Как сейчас, какие проблемы у Илон Маска, да. До этого умер Стив Джобс, никого не научил. Потому что надо быть хорошим человеком, помогать верующим, прославлять Бога. Сейчас Илон Маск, все, звезда, перезвезда. Сейчас оп против него обвинение в мошенничестве. Значит, сейчас, может, его в тюрьму посадят или его запретят ему управлять компаниями акционерными. Недавно совсем я тоже рассказывал, ее называли Стив Джобс, Стив Джобс в юбке. И женщина, которая девушка, которая прямо на Стив Джобс в юбке, все себя так сделала, как Стив Джобс, стала миллиардершей в 31 год. А сейчас ей уже 34. И то же самое, обвинение в мошенничестве, введение в заблуждение людей. И, ну, в Америке как бы ее не посадили, а просто запретили управлять частными компаниями. Просто всех обманула. Собрала денег, несколько миллиардов, да. 9 миллиардов она собрала, это была стоимость ее компании. А в итоге компания ничего не сделала, и все. И вот она, Элизабет ее звали, ну, Элизабет Холмс, по-моему, ее звали. В общем, смотрите, здесь все четко написано. 18 отрывок. Перед сокрушением гордость, перед спотыканием высокомерия. Дальше 19 отрывок. Он нам уточняет, а что должно быть. Тоф шваль руах эт анавим. Хорошо, смирение духа скромных, да, скромных. То есть, смирение духа со скромными. Кто такие скромные люди? Скромные люди, это те люди, которые знают, что все от Бога. Что гордиться, в принципе, нам нечем. Потому что, если там ты знаешь много торы, так ты ли как на царта. Значит, ты для этого был создан, чтобы знать много торы. Если у тебя есть деньги, так тебе повезло, Бог тебе дал деньги. Ну, радуйся, что Бог тебе дал деньги. Если ты там крепкий, сильный, мощный, радуйся, пока крепкий, сильный, мощный. Потому что это очень быстро проходит, и все. И поэтому лучше быть скромным и смиренным, да, принимать от Бога то, что Он делает. Михалек шалаль эд геим. Чем разделять добычу с гордецами? Да, бывает, гордецам какое-то время прет. Бывает, что гордецам, людям, которые прямо они, у них сильное эго, они ломятся вперед. Бывает, что временно Всевышний дает им какую-то добычу, да, то есть они как волки. То есть они живут в мире без Бога. Мир без Бога – это мир хищников. И вот они в этом мире хищников периодически преуспевают, забирают добычу. Но когда ты с ними начинаешь эту добычу делить, то они тебя тут же хлоп и хлопнули. И поэтому лучше быть со смиренными и со скромными, чем с вот этими вот людьми, которые живут в мире, в мире, в мире разбоя, в мире лжи, в мире, как называется этот мир такой, да, вот его, мир общества потребления. И есть еще какое-то название. В общем, это этот мир, вот такой обычный мир, да, который картинку нам рисуют, который создали мартитологи, который весь работает только на то, чтобы человеку в голову вкачать какие-то шаблоны, что такое удовольствие, да, материальное, и заставить его ради этого удовольствия пахать на галерах день и ночь, да, чтобы ему потом это продать. Как мне рассказывала одна редактор журнала ВОК, она говорит, у нас задача, чтобы у этих дурочек слюна пошла, пошла слюна, когда они видят эти картинки в журнале ВОК. А потом говорит, у них эта слюна идет, но у них удовольствие два момента. Первый момент, когда она с пакетом большим выходит из этого магазина, да, и у нее большой пакет, и она такая с ним идет. Второй момент, у нее удовольствие, когда она первый раз одевает эту вещь. Все, после этого у нее слюна перестает течь, и нам нужно показать ей новую картинку, чтобы она опять захотела и сделала все, вплоть до убийства, для того, чтобы получить вожделенную вещь. Значит, лучше с такими людьми не находиться рядом. Теперь двадцатый постук, двадцатый отрывок. Значит, двадцатый отрывок звучит так. Мастиль, Альдовар, Инсатов. То есть, вот я этим, когда этот отрывок двадцатый изучал, я понял вообще, вот, очень много понял о своем подходе к жизни. Значит, есть люди, которые мастиль Альдовар, которые размышляют своим интеллектом о каждой вещи. Вот, например, сейчас я изучаю книгу Рей Далио, он миллиардер, и он прям вот всю свою жизнь, он думал, как работает система. То есть, он исследователь, и он прямо хочет понять, он смотрит все время сверху на все события, он их понимает. Называется это мастиль Альдовар. То есть, интеллектуально размышляющий о вещах, он найдет то, найдет он успех. Найдет то, найдет успех. Это факт. Это нам сказал Шлома Амеллах, царь Соломон от имени Бога. Интеллектуалы, которые умеют размышлять, они найдут максимально эффективный способ, как действовать. И в лучшем случае, они найдут то, то есть, у них будет успех. Продолжение отрывка. У Бутех Баашем Ашраф. Тот, кто Бутех Баашем, тот, кто полагается на Бога, он счастлив. Не будет счастлив, а он уже счастлив. То есть, это совершенно другой подход в жизни, когда человек верующий, и он полагается, что Бог управляет миром. Конкретно, есть Бог, хозяин мира, добрый, хороший, любящий. И он всем управляет миром, и, конечно, ему нужен я тоже, потому что я тоже часть Бога. И главное, это мое с ним отношение. Если я полагаюсь на Бога, если я Бутех, это я уверен в нем, что он мне хочет добра, то, во-первых, я счастлив еще до того, как я начал свое действие. То есть, умный человек, он обдумывает свой план, стратегию, он высчитывает варианты, а если так, а если не так, а почему так, он какие-то корни, исследования. Бутех Баашем, который уверен в Боге, он говорит, Господи, я с тобой знаю, что ты для меня приготовил самое хорошее, получится у меня, значит, это для меня хорошее. Не получится, значит, это для меня хорошее. Все, поехали, поехали, и начинает делать. И Ашраф, он счастлив, потому что получилось у него, он счастлив, не получилось, он счастлив. Начал действие, он счастлив, закончил действие, он счастлив, в середине действия, он счастлив. И главное, он не парится вообще, потому что он все время счастлив. Представляете, какой прекрасный способ жизни, значит, доступный для каждого. Полагайся на Бога. В Мишле мы много раз учили эту идею. Это обещание Бога, что тот, кто уверен в Боге, да, полагается на Него. Его милосердие будет прямо окружать вообще. Или Птах Эляшем Беколь Лебеха. Положись на Бога всем своим сердцем. А на свою бину, на свою сообразительность, логику, не полагайся. Так прямо написано в третьей главе. Птах Эляшем Беколь Трахеха Део Веу Яшер Архатеха. На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дорожки. И вот сейчас, как заключение, Маскиль Альдавар имца Тов, тот, кто размышляет над вещью, найдет добро. Это хороший способ. То есть, быть дураком и не полагаться на Бога, это хуже всего, да. Если эти люди, он и не размышляет, и на Бога не полагается. А на что он тогда полагается? Непонятно на что. Он просто действует неправильно. Самый идеальный способ, это полагаться на Бога и быть счастливым. Все. 21-й отрывок. Значит, 21-й отрывок, он продолжает эту же идею развивать о подходе к жизни, о интеллектуальном подходе. Он говорит, «Ля хахам лев и крат навон». Значит, есть такое понятие, как хахам лев, мудрый сердцем. И он будет называться, будут его называть навон, логический и сообразительный. Хотя он не такой, его будут так называть. Понятно, дайте по тексту, сейчас мы разберемся. У меток сватаем сладкоусты, да, переводят это слово на русский. Меток, это сладкий, сватаем уста, сладкоусты. Йосиф леках, он добавит, леках, какой-то урок понимания он добавит. Значит, как это работает? Значит, мы знаем, что есть сехель. Сехель это интеллект, это просто машинка, да, коробка, интеллект. Дальше этот интеллект, он заряжается программами. Как есть компьютер без программ, телефон без программ. Также интеллект человека, он сам по себе предназначен для размышлений. Но какие в нем будут программы, это уже устанавливает человек, воспитание, обучение, знания, которые он в себя вкачивает. И вот, если мы закачиваем в сехель, в интеллект, мы закачиваем хохма, божественная мудрость. То есть, откуда ее взять? Из Торы, от пророков. Ну, то есть, из Торы. Тора это божественная мудрость. Вот человек, он закачивает себе в интеллект, закачивает он себе Тору. Учит, 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 прям наизусть учит, повторяет. Не просто послушал и все. Послушать это не значит закачать. Послушать это просто, как бы, ознакомиться, да, такое ознакомительное, пропустить сквозь свой интеллект, но следов практически не остается. То есть, закачать себе Тору в интеллект, это учить, повторять, повторение мать учения, разбираться. То есть, это работа, работа над Торой, да. И вот человек, он закачал себе Тору в интеллект, значит, это хохма называется, хохмат лев. У него есть уже аксиомы в голове, набор аксиом в голове, но он пока не навон. Что такое навон? Навон это логический и сообразительный способ мышления. То есть, понимать вещь из вещи, сопоставлять, делать выводы, видеть на несколько шагов вперед, просчитывать. Это как программа, нужно закачать еще одну программу. То есть, есть аксиомы, есть знания, а есть бина, это программа, которая позволяет эти знания обрабатывать. У кого-то она есть, у кого-то нет. Бывает, что есть бина у человека, что у него есть это свойство ума, но нет хохмы, нет божественной мудрости. То есть, он обрабатывает информацию очень круто, просчитывает. Есть такие ученые, где не есть этот же, например, Рей Далио. У него гениальная бина, у него логика фантастическая, сумасшедшая. То есть, он разобрал реальность прямо на кусочки, на схемы, понял, как все работает. А про Бога не знает. Вот ему не повезло, родился в какой-то нееврейской, не религиозной семье. Папа джазовый музыкант, мама сидела дома всегда. И он каким-то образом никогда не встречал религиозных нормальных людей, чтобы ему рассказали о Боге. И у него вся система начинается о том, что есть мироздание, есть природа, кто-то это создал, то есть, она очень мудро устроена. Но дальше он что над природой, он не думает. Он просто разбирается, как работает природа, да. И как в этой природе, он говорит прям, наблюдая за природой, можно понять ее законы. А поняв ее законы, ты можешь понять, как тебе действовать. Но про Бога он не знает. Бина у него есть, а хохмы нету. И вот здесь нам написано, что так как бина это частность хохмы, мы сейчас изучаем божественное знание. Мишли это божественное знание. И в него прошита уже бина. То есть, нас Тора же обучает бине, вот этой вот сообразительности. Так вот, бина это часть хохмы. Хохма это не часть бины. Понятная идея. Поэтому нам говорится так. Лехахамлев, тот, кто вкачал себе в сердце хохму, у него есть аксиомы божественного знания. Что будет? Икра на вон. Будет он называться на вон, сообразительный. Потому что уже в самой Торе прошита вот этот подход к жизни. Видеть вещи с вещи. Просчитывать на несколько шагов вперед и так далее. То есть, он не тренировал это качество. Он его как бы получил в подарок. Но выглядеть будет точно так. Дальше. У Метекс Фатайм. Тот, кто рассказывает Тору. Тот, кто объясняет Тору. Тот, кто именно переводит Тору в понятные рассказы. Метекс это называется сладкоусты. Что? Йосиф Лехах. Он добавит Лехах. То есть, он добавит Лехах, если мы возьмем современным словом, это инсайт. Инсайт. То есть, у человека вдруг он слушает. И тут у него чиж. Родилась какая-то идея понимания. Которая. Вот эта информация, которую он услышал, узнал. Она ему помогла. Но этот инсайт его. Это уже его. Родилось Лехах. И тот, кто умеет рассказывать. У него у самого будут инсайты. Я когда вам рассказываю то, что сейчас рассказываю. У меня у самого происходит прояснение. То есть, я когда учу. Я же так не учу подробно, как я вам объясняю. То есть, я посмотрел. Изучил Малбима. Понял, что он хотел сказать. Потом, когда я вам объясняю. У меня происходит именно полное прояснение того, что я понял. Знаете, когда объяснил, сам понял в итоге. Теперь, когда вы кому-то объясните. То вам тоже будет понятнее, чем если вы услышали. То есть, обязательно нужно Тору кому-то обучать. Поэтому мы в конце делаем выводы. Для того, чтобы эти выводы кому-то рассказать. Это обязательно. Вот это здесь. У Мэток сватаем и у Си флеках. То есть, тот, кто рассказывает, добавляет урок. Значит, и третий сегодня отрывок. Третий отрывок, 22-й. 22-й отрывок 16-й главы звучит так. Макор Хаим Сехель Баалав. Значит, источник жизни, интеллект, хозяина его. То есть, что это значит? Интеллект, все, что... Вот сама эта работающая машинка, интеллект, она источник жизни. Потому что, если интеллект у человека ломается. Знаете, не дай бог. Если люди сходят с ума. Что значит, они сходят с ума? У них происходит какой-то сбой в работе вот этого интеллектуального механизма. Он начинает им показывать, чего нет. А что есть, не показывать. Он не может сопоставить какие-то картинки. У кого-то паранойя, у кого-то невроз, у кого-то психоз. Кто-то называет Михаил Федорович Федор Михайловичем. Ну, то есть, вообще, это сбой интеллекта. Но если у человека, у меня этот сбой был такой минутный. А если, например, у человека постоянный системный сбой интеллекта, то у него жизни нет. Поэтому здесь написано, Мекор Хаим, источник жизни, Сехель Баалав. Так, интеллект, хозяин его. А дальше, что написано? Умусар, Эвелим и Велес. И наставление, исправление Эвелим. Эвелита, как мы знаем, это кто? Это грешник-стептик, который отрицает Тору. И который отрицает ее не потому, что это правда, но я не могу соблюдать. Такой грешник называется Ксиль. А Эвелль, это тот грешник, который отрицает Тору. И он потому, что он хочет прямо подорвать основы. Стептик, да, такой. Это сложная ситуация. И у этих скептиков, у них может быть очень крутые такие построения. Они выстраивают систему очень круто, да. Они даже бывают очень... У них есть мораль, например, да, как они называют. У них есть, там, возьмем, самую крайнюю я приведу пример. Например, тот же Дитлер, чтоб стерлось его имя, он был любитель животных и вегетарианец. То есть считал себя добрым таким человеком, да. То, что он уничтожил 6 миллионов евреев и всего в войне погибло, там, 40-50 миллионов человек. То есть он был причиной убийства 50 миллионов человек. Это его не волновало. То есть это нормально. Это как бы очень было морально. А вот собачку обидеть или там животных убивать, чтоб кушать, это не морально у него было. Это называется мораль грешников, да. То есть они выдумывают какую-то систему, в которой нет Бога. Как я прочел очень красивое одно выражение, одна женщина, ей объясняли в советское время, что Бога нет. Ну, была такая антирелигиозная пропаганда. И она сидела и думала, хорошо, если Бога нет, и на меня кто-то нападет, да. Какой-нибудь там грабитель, какой-нибудь, ну, человек, который захочет сделать мне плохо. То есть к чему я смогу вас звать тогда, да, чтобы он остановился. Тут я хотя бы могу сказать, там, есть на тебе крест, но она была христианка. Есть на тебе крест, там, есть на тебе какая-то, на тобой есть сила, да, моральная. А если этого нету, к чему я вас зову, да, к его либеральным ценностям или к его коммунистической совести? К чему? То есть вот это, если нет у человека духовной системы, да, Бог, который управляет миром, добро, зло и так далее, то, что все, ничего, он превращается в чистое животное, которое управляется только своими инстинктами. И та мораль, которую он придумывает, она просто легкая надстройка, которая тоже нужна только для того, чтобы оправдать свои инстинкты. Иногда даже религиозную мораль тоже так используют. Вот, например, когда вот эти вот убийцы, все террористы, которые, вот сейчас Игл, да, вот эти вот, которые, мусульманские террористы, которые убивают, там, грабят, насилуют, все им прикрываясь идеей о Боге, да. То есть сами же мусульмане говорят, что это они убийцы, которые прикрываются идеей о Боге. Понятно, да, идея? То есть есть понятная такая линия, что Бог это добро, любовь, путь, такой путь к добру. Это Бог. Понятно. Значит, поэтому нас предупредил Шлома Амеллах, очень четко и конкретно. Он нас предупредил, что мусар Эвелим и Велес, что даже их нравственность, даже их наставление, даже их исправление, все равно это грех. То есть если человек не верит в Бога, и он рассказывает абсолютно правильные вещи по своей системе ценностей, все равно это грех, потому что это идет не от Бога, и этим он все равно прикрывает какое-то свое порочное занятие, да. То есть как сейчас очень много там, весь Запад, он идет в сторону разрешения браков между мужчинами. Но это же нет в этом лодите, это нельзя назвать. Это понятно, что это против идет природы человека, против Торы, против Бога. Но они, иногда религия, иногда просто мораль, они говорят, ну почему мы же не можем делать людей несчастными, мы должны это разрешить, мы должны это, это очень морально, это очень красиво. И вот их мораль в этом случае, она тоже грех. Понятно. Все, давайте сделаем вывод из сегодняшнего занятия, что мы узнали. Первое, что мы узнали очень сильно, это подход к жизни, который говорит, что тот, кто обдумывает, он молодец, он найдет успех, но тот, кто полагается на Бога, он будет счастлив. То есть это очень выбор, надо выбирать между этими двумя вещами. Между обдумывать и находить успех, и полагаться на Бога и быть счастливым. То есть выбирайте. Второе, что мы сегодня узнали, это что тот, кто набрал в свое сердце много мудрости, много божественной мудрости, хохмы, у него автоматом он получит сообразительность и логику. Понятно. Тоже это очень крутая тема. Изучая Тору, то ты получаешь. И рассказывая сладкоусты, да, если ты будешь рассказывать будешь слова Торы, то что это тебе добавит Лэкок, добавит тебе дополнительных инсайтов, дополнительных прозрений, дополнительных пониманий. Поэтому обязательно сделайте в конце три вывода из урока, из сегодняшнего для себя, что вы для себя поняли. Зафиксируйте вот эти свои инсайты, пробудите их. Просто подумайте 2-3 минуты, напишите и поделитесь на своих страницах со своими друзьями. Поделитесь, пожалуйста, божественным знанием, которое мы изучаем. Тора это свет, который светит для всего мира. И третье, что мы узнали, что основа жизни это интеллект человека. Все в голове, все в голове. Внешняя реальность, она только повод для того, чтобы ее обдумать и принять решение. И если у вас есть плохое настроение, там и так далее, то это не внешняя реальность. Это всего лишь ваш способ ее обработки. И поэтому жизнь человека в его интеллекте. И что? И что? Амусар, Эвелим и Велис. Если человек скептик и идет против Бога, то даже его самые правильные вещи, это все грех. Все, друзья, желаю вам веселых праздников. Шаббат, шалом, успехов, здоровья, удачи, гармонии, равновесия и чтобы было много счастья. Все, полагайтесь на Бога. Удачи, успехов. Продолжение следует...